Здравствуйте, Толя! Ты не знаешь, что такое Куриновина, ты не видел жизни! Да не ходи сюда, пожалуйста! Мы в Альметьевске! Поздравляю! Я здесь! Всем доброе утро! Я иду гулять с Руди и встречать Толю. Мне вообще не терпится, я так рада. Всю ночь не спала, постоянно просыпалась, нервничала. Я писала ему в пол восьмого утра, оказывается, мы задержали самолёт. Я уже успела понервничать по этому поводу, что он не заходит в сейс. В общем, ой, ну не представляйте, как Руди сейчас будет рад. Даже, наверное, больше, чем я. Куда мы едем? Толя! Где Настя Толя? Помнишь Толю? Не забыла ещё о своём Толю? Мы сейчас с Толю увидимся. Долгожданная встреча! Я же обещала! Он очень рад! Миссис Молгер! Пойдёмте с Даника будить! Пойдёмте с Даника будить завтра, как вкусно у вас! Даник! Доброе утро! Доброе утро! Мама тут мусор решила выпрыщить. Я заметила необычайное сходство со своим институтом, логотипом своего института. Всё, я позвоню туда еду. Толя наконец-то проснулся, и мы сейчас поедем к бабушке и дедушке знакомиться. Я так счастлива! Короче, полёт вот такенский был, вообще не выспался. Як-42 рулит. Мне пришло очень офигенское сообщение. Извините, ваш самолёт изменён на Як-42, приносим свои извинения. Так в смысле изменён? Он всегда там летает. И вот сейчас здесь где-то появится фоточка, какое у меня ещё место было в самолёте. Я офигел. Ну, слава богу, меня пересадили потом. Ну, как они могут продавать места вот такие, я вообще не понимаю. Короче, Ижавиа топ авиакомпания. Ну, очень похоже, кстати, на Победу, если чё. Не, Победа вообще топ авиакомпания по сравнению с Ижавиа. Топ-топ. Да. Короче, у нас бабушка с дедушкой разговаривают на удмуртском языке очень хорошо. И мы... Скажи. Сейчас. Может быть, он выучит этот текст. Короче, там был такой текст, что Ждан хотел сказать, что типа Здравствуйте, бабуля с дедулией. Это я ваш достопочтенный внук. Это всё у Довутмуртского. Ты должен был сказать. Это было очень смешно, потому что там Монгонгурон пи-яш. Он такой говорит. Монгонгурон пи-яш. Монгургурон пи-яш. Нет, Монгургурон пи-яш. Нет, Монгургурон. Горгурон. 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 Вот и мы идём через снег, рыжо. Мы падаем просто от смеха. Потому что мы со Жданом не знаем удмуртский. Выглядим как идиоты. Мама ржёт нам, потому что знает удмуртский. Она нам подсказывает, как говорить какие-то фразы. В итоге Ждан растерялся. Поржал просто. Растерялся. И бабуля с дедуей ничего не поняли. И такие типа. Кажется, они нас не ждут сегодня. Как это вас? Здравствуйте. 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 Проходите мы. Здравствуйте, Толя. Виталий Кучевич. Добрый день. Здравствуйте. Галина Петровна. Галина Петровна. Да. Вот у тебя, Галина Петровна, выучить легко. У него, Мария Ивановна, тоже выучить легко. Такие имена. Да, чёткие. Чёткие. Прям простые. Простые. Вот это любовь, что я понимаю, у Ларина Татухина вообще. Да. А когда вы решили это сделать? В армии. В армии, да? Нет. Глупость. Глупость? Но романтичная такая. А почему глупость? Ты же с Галей всё равно вместе остался. Но сам поступок такой, да? Да, детский. Хорошо, что не на попе, дедуля. Некоторые на попе себе бьют татуировки. Здесь был Колян. Да, да, да. А нет, это Т плюс Д. Да, да, да. Т плюс Д. Так, вот любитель. Что в чарсов внутри? Там и фарш мясной, и грибы, лук. Супер, всё. Можешь продолжать идеальный состав. Вот так. Перепейте в мою. Не знай, не знай, как я. Не попробовала. Ну, бабуля всегда вкусно готовила. Я думаю, что у всех бабушки, практически у всех вкусно готовят. Это вообще норма. Ну, я, видимо, буду не очень хорошей бабушкой. Нет, ну расскажи, пожалуйста, что у нас. Нет, бабуля, ты расскажи нам, давай, пожалуйста, вот это что и вот это что. Так, это сметанное суфле. Так, это грецкие орехи в черносливе. Угу. Сметанное. Сметана. Это как сладкое, это как к чаю или нет? Кто как хочет, пожалуйста. Всё у нас на столе. Сегодня свободно, так я всё в раз поставила. Хорошо. Ты не знаешь, что такое хреновина, ты не видел в жизни. Что за хреновина? Да, я такая, бабуля спрашивает, что к перепечам принести? Ну, перепечи это типа киш, как бы, как в Москве. Вот, я говорю, уа, есть хреновина. И Толя такой, что? Это хреновина? Нет, ну, идёшь по улице, я говорю, видишь, что-то валяется, хреновина, вот. Сейчас бабуля нам хреновину принесёт, и ты познакомишься. Она хреновина? Хреновина одно и то же всегда? Или это просто разные? Нет, это одно и то же. Понесите мне хреновина с кухней. Нет, хреновина это всегда одно и то же. Хреновина называется, потому что делается из хрена. Понидур из хрена. Пока всё логично. Вот, смотри. А, нет, это майонез. Хреновина? Я чистый шуток. Теперь пробуй. Она из хрена делается, значит, логично, что она острая. Да ну. А как её... Просто можешь положить, можешь с ложки есть, как тебе нравится. Но мне очень, блин, мне очень... У меня аллергия. А надо было таблетку выпить. Что у тебя? На косметику. Какая-то хреновина. Алмашский район. Вот у нас своё землячество Алмашского района есть. Мероприятия организовывают. Концерты. На Узмуртском. Маму на радио крутят. Мы всё, с дедулей, мы всё по-одвусски говорим. Я уже разучила. В смысле? А, вы дома? Между собой мы всё по-одвусски. Когда мы это ещё с ним носим? А, слушайте, а я думала, вы между собой по-русски разговариваете. Я по-русски. А, жесть. То есть, вам нужно перестраиваться, когда кто-то приезжает, получается? Ничего себе. Забывается русский язык, да? Так тяжело. Когда долго ни с кем не общаешься, да, тяжело? Иногда даже легче на Удмуртском сказать мысль, которая тебе в голову пришла, чем по-русски. Да, слово не можно найти, вот такое подходящее на русском или на Удмуртском. Угу. Но это ещё хорошо, что вы понимаете нас и разговариваете. Вот, например, есть же, помните, мы там в деревню приезжали, детки вообще не понимали русский язык. А есть какое-то Удмуртское телевидение? Да, Моя Удмуртия. Есть канал. И радио. И радио, и телевидение. Ничего себе. Я когда маленькая была, я к бабуле приходила в садик, она меня опускала в этот бассейн с мячиками. Я плавала там, прыгала на этом шаре огромном с ручками вот так. И она мне каждый раз наливала кислородный коктейль. Это вообще лучше, потому что меня таким не поили нигде. Или когда я к ним на огород приезжала, дедуля мне всегда делал бутерброды, хлеб толсто резал и толсто колбасу. Варёную. Варёную. Это тоже так любила вообще. Самая вкусная еда. Короче, сейчас нас какая-то попёха долбанула дверью об машину. Мы просто сидим со Жданом, я разговариваю по телефону и резко бутыщь нам по дверям. Я поворачиваюсь, а она сидит, блондинка с парнем, и на нас так смотрит. И мы на них так же. А родители продолжают разговаривать, как ни в чём не бывало. Вот те молчат и смотрят, мы с Жданом такие начинаем кричать родителям. Нас ударили в дверью, они не слышат напрочь, вообще не слушают, что мы говорим. А эти на нас смотрят, как рыбки дальше. Ты, конечно, чистила так себе, могла как-то нормально почистить. Давай, привыкай. Мамочка, я найму себе работников. А ничего, что снег шёл опять сейчас вообще жёстко. О, это что, это в монтаж? Молодец. О, да. У кого самый любимый запах в жизни, это запах сжёного пиваса, ставьте лайк. Тот я. Ой, первую партию Толечка нам пожарил. Делаем соус. Салатик уже готов. Остановиться невозможно, ждать никого не могу, не могу. Ммм, вкусно. Остень-маре. Остень-маре. Вот этой микроволновке 24 года. Сколько она стоила, папа? Поздравляю ребенка. Думали, квартиру взять, взяли микроволновку. Нет. Она меня старше. Остень-маре. Вот мы приехали домой после банки к нашим малышам, которые там, наверное, сладенько спят. Сладулечки наши. Сейчас мы с ними будем гулять. О-о-о-ой. Привет. Привет. Ой, счастливые мальчики пошли на прогулку, да, Руди? Бери свою косточку. Ты сейчас так обрадуешься. Там Толя. Там Толя. Бери скорее. Короче, Ждан сейчас совершает очень крутой поступок, потому что Толя решил, что Руди побежит вот туда за Костью, но потом Руди и Толя увидели это и поняли, что за Костью идти опасно. Ждан, пожалуйста, ползи. Ну, Руди, Ждан, отдай телефон. Ну, а если тут, не кидай. Ты что сделал? Ждан! Нет, Руди, нельзя! Нет, Руди, нельзя! Ждан, не ходи сюда, пожалуйста. Это же вообще рядом с тем, что растаяло. Руди, нельзя! Нет, нельзя, Руди! Ну, это контент. Что, Руди? Нормально. Жуй. Все норм. Нет, что? Бежал, стой! Иди отсюда быстрее! Дай тебе руку, я отсюда. Давай, давай. Руди, блин, это же твоя Кость! Это же твой Папа, Дюд, Баран! Кидай, Ук! Ужас! Том контент. Соскользнулся, ухи, и просто кинулся. Я поняла, что у тебя соскользнуло. А знаешь, как я бы срылась? Прикинь, Руди, бы сейчас просто куварем вниз повалился в воду. Ты дурак! Вы посмотрите на него, конечно, бы он повалился. Так я бы за ним сразу повалился. Да, только телефон надо оставить. Сука! А мне еще часы бы пришлось оставлять. Телефон? Да, да. Нет, телефон я бы взяла, надо же контент снимать. Вы понаверила уже? Классно, да? Классно, как будто пали назад. Мы вообще не представляем, что вы видите у нас сегодня будет. Вон, мы вообще ими варх, конечно. Да, они вообще, две собаки совершенно разные. Разно падают. И уже лично так все уже. Остень-маре! Остень-маре! Пожалуйста. Пожалуйста? Ты уже разговариваешь, как Удмурт? Откуда это? Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь и расцвел подснежник. Это спектакль 12 месяцев. Дети. Хорошо. А кто его написал? Симуин-маршак. Видишь, как классно? И жестко. Тебе не в тапки смотреть. Ну, на самом деле, здесь намного хуже раньше было. А когда отремонтировали площадь, стали симпатичные такие вот удобные скамеечки. Ну, как-то более цивильно стало. Театр оперы и балета. Самый популярный театр. Учу Толю снимать правильно, но не получается. У него резко рвали. Мы с Толей приехали в парикмахерскую к моей маме. Я заставила его сходить на стрижку именно туда, потому что мама сказала, что приехала мастер. И нам так повезло, что она приехала именно сегодня, потому что она готова принять Толю. Вот. Толя не с большим желанием туда идет, потому что парикмахерское настроение нам направо Толю. Ну, я точно уверена, что тебя поднимет в Украине, когда тебя подстригут сегодня. Потом еще глядишь, ему так понравится, что он будет говорить, Ульяна, пожалуйста, поехали в город Бутиков скорее, я хочу подстригаться только здесь. По-любому так скажет. Сто процентов, сто процентов. Видишь, смотри, какие женщины в него заходят модные. Ты зайди. Главное, чтобы ты не вышел оттуда женщиной. Я готов ко всему. Стримы учат быть готовыми ко всему. Так тихо, тут спокойно вообще. Цветы. Пока мамуля работает, вот там вот Толя сидит, стрижет. А я бездельничаю. Я сюда каждый год прихожу бездельничать. Мне просто нравится к маме на работу ходить. Чужая женщина, в ванной, в постели. Посмотрите, какой интерьер в больнице. Во-первых, в стандартологии, во-первых, в роли вообще к тему оделся. Очень красиво, уютно. Какие картины со стилем Джаба. И вот такой хольчик. Уютный. Я думаю, деткам даже здесь нравится, да? Ой, у вас такие интересные книжки. Да, однозначно деткам здесь тоже очень нравится. В общем, с детства не было стоматолога. Теперь вот три поменяли мне. Типа кариес поставили, три пломбочки. Жесть. Не мевший рот, это очень смешно. Давно не пробовал такое чувство. В общем, не болейте, шипит. Учишь моих родителей пить, да, Толя? Их учить не надо. Их учить не надо. Запарились. Да, заболела мамочка. Выздоравливай, моя хорошая. Моя бомбита. Давайте, Толя уже выпил. Ладно. Откуда? Извина? Какой-то фискейк. Горьковатый даже из-за этой посыпки, да? Да, да. Это кто? Это кто? Это кожа? Это кто? Это кто? Это кто? Здорово. 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 Ну все. Последний вечер в Ижевске. Снимаю даже со вспышкой. Спокойно. Хорошо. Сегодня в 4 утра едем в Ольметьевск. Начинаются сложные дни, потому что они все время будут в пути. Прощайся, Ижевска. Нечего сказать, можно и не петь. Упала лопата. До свидания, наш красивый двор. Рудику здесь очень нравилось. До свидания, Дэня. Ты был классным другом для Рудика. Да, вы, конечно, много ругались и не могли нас поделить. Но в целом, вы такие разные и такие кайфовые. Моя собачка детства и моя собачка нынешняя. И моя собачка навсегда. Ну что, на часах 3.54 утра. Вот такенское время. И наша дружная команда в лице. Меня, Ульянки и мистера Ру. Отправляется в маршрут. Мистера Икс. Он пропал. А, мистера Икс Ру. О нет, вот же он. Икс Ру отправляется в маршрут с некоторыми непродолжительными остановками. Ижевск, Альметьевск, Альметьевск, Казань, Казань, Москва, Москва, Минск. Ну, а что будет в этом маршруте, вы узнаете прямо сейчас. Let's go. Ты должен был let's go сделать сюда, потому что здесь катает мама. Нет, нет. Let's go. Классный вагон. Вообще, кайфанули, стоили, думали, поспим. Все очень комфортно. И тут это. Послушайте. Нет, вы послушайте. Так, ладно, он пусть храпит сколько хочет. Слышно так, как будто он здесь спит. Я даже на секунду подумала сначала, что мы на него вещи положили. Потому что храпит так, что... Держимся. Завтрак называется Здоровое питание. Красный роутен, 4,46 фигра. На десерт, есть десертные варки. Ужасно. И если вдруг вам совсем не скучно, что в соседних такой мэр. Так я уже сказала все это. Черт, которого стены трясутся. Пойду наполню ляжки ровно. Ты чувствуешь, когда в семье блогеры два и вы повторяете все. Господа. Короче, как вы думаете, где мы в Альметьевске? Правильно? Мы же уже в Казахстане. Нет, станция Альметьевска, правильно? В Альметьевске нет вокзала, оказывается. Папа это говорил. Мы знаем, но заехали же не знаю. А почему в Альметьевске большой город? А мне папа всегда говорил, что Альметьевск это город нефтяников и здесь все богатые. Насчет богатые не знаю, но да, это административный нефтянинный центр. Вот и все. А мы сюда приезжали с нашими спектаклями пару раз. Да, но когда еще совсем маленькая была. Слушай, ну я тебе честно скажу, вот смотри, типа ты для нас же не коверческий проект, да? То есть это мы не то, что такие придумали, вот чувак что-то захотел стримить, сейчас мы в него вложимся, да? И потом будем с него бабки зарабатывать. Абсолютно нет. Мы реально вот просто по фану решили что-то сделать. Да, это здорово. Да, поэтому естественно, если мы получим какую-то обратную связь, да, там, ну в плане твоей честной рецензии на что-то, да, или каких-то таких нюансов, ну нам только в хайф, нам только приятно. Но я помню, что я сделаю. Эта Кэйка у него драма, как Мурдер и Бумин. Снегу верт, если я уйду на мой маленький Узи. Они думают, что я ловлю, что я буду видеть в 80-х. Альметьевск славится велодорожками. Сейчас зимой, к сожалению, сложно их увидеть. Без приколов? Без приколов. У нас практически все улицы... Я думал, зачем получается просто? Альметьевск славится велодорожками тем, что у нас их нет. Нет, нет, нет. Здесь на каждой улице велодорожки построены. Прикольно. Это вообще здорово. Так, блин, я не успеваю. А ты можешь, Марат, предупреждать, когда ты будешь еще так же интересно, как экскурсовод рассказывать, чтобы я камеру успевала? Я больше скажу, больше интересных вещей не будет. На этом все закончилось. Черт. Так, ну вот, посмотрите, справа это головное здание, получается, административный центр Татнефти. Посмотрите, видите, такое... Кругло? Вот это разорсовано? Нет, нет, нет. Вот это темное здание. Нет, это некрасиво. Вот справа красиво. Эх, Богдан, я здесь. Так, ну что, попадаем мы в логово будущего популярного стримера. Элитный монитор. Ну, это телевизор. Випчик. А, это телевизор. А, монитор? Монитор, ноутбук у меня. А, серьезно? Это телек? Да. Это лошара. Ему, наверное, уже столько лет, что страшно говорить. Он старше тебя, дороже. Ну, мы, наверное, ровесники. Ну, хотя бы старше твоей дочки. Да, старше. Это точно. Все, открывают. ДНС сейчас таких там не хватит. И все, и погнали. Випчик, смотрите, какие колонки. Базе, Базе по-любому качает музыку. Вообще, все по кайфу. Ладно. Так, ну что, у Лорема была крутая передача места на прокачку. Мы ни в коем случае ее не пародируем. Лорем красавчик, что сделал такую крутую тему. Мы просто иногда реализуем мечты. Так что посмотрим, как преобразится это место чуть-чуть попозже. В ДНС мы едем. За мой опыт жизни, это не рекламная интеграция, но реально качественный магаз. А от менеджера в ДНС я сегодня вообще кайфанул. Такой прикольный парень был. Должны мы были в три забрать заказ. А в итоге он нам все пораньше собрал, все четко сделал. Короче, нормальный ларек для покупки железа. Самый крупный, наверное, в России сейчас в плане сетевых. Даже не знаю. Парни уже приехали. Давайте посмотрим. Ой, навезли-то, навезли коробок. А Толя вверх, что ли, пошел. Где он? Нет, нет. Нет, нет. Толи? Ага. А! Ну, чего, как дела? Нормально. Расскажи, что привезли. Сейчас покажу лучше. Класс. Смотри, это системник. Руди, сейчас ты без носа останешься, но системником, да? Руди, смотри. Только не грызы. Класс. Так он что, грыз когда-то, что ли? Вдруг ему именно сейчас захочется это сделать. Аккуратно. Ага, все, я держу. Держи, держи. Почему их сзади такими красивыми делают? Если это не видно, блин. Ну, когда, знаешь, денег на беду внукуты ставишь, видно. Очень красивые мониторы. У меня нет слов, какие эмоции. Благодарен вам за счет. Не, давай реально, вот просто по-человечески. По кайфу? Очень. Блин, мне самого нравится, как ребенку. Я так обожаю, когда что-то светится, движухи. Пока, пока, я не знаю, пока на эмоциях, я не знаю, что сказать. Ну, мотивация появилась? Конечно. Больше? Или нет? Ну, для... Мне надо начать. Вот, надо начать стримить, стримить, и тогда, мне кажется, мотивация будет... Короче, смотрите, на микрофоне, смотрите, что я нашел. Вот он выключен. Вот он выключен. Пинок мне уже дали. Исходные данные точно тебе всего достаточно. Да, да, да. Ну все, по кайфу. А, и кресло купить. Размер, возьмем. Типа, знаешь, прошел год. Геморат такой. Фигарит, да. Как этот Windows смысл. Да, да, да. Нет, вот это крутится до сих пор, лицензионные соглашения. Да, да, да. Какую первую программу надо поставить на компьютер? Естественный рум. Джиджи-покерок. Не наигра, наверное, было. Нет, ну слушай, задумался он явно не наигра. Да, да. Нет, короче, по кайфу. Спасибо огромное Джиджи за то, что они такие же в хорошем смысле... В хорошем смысле... В смысле шизики, как и мы, и могут делать какие-то кайфушки, приколюхи, соглашаются на различные движухи. Без них мы бы не смогли такой сделать. Классный подгон. И, в общем, я считаю, что получилось классно. Поэтому хэппи-ни-е, говорит Даниэль Негриана в костюме тигра. Нормально? Джиджи-покерок, спасибо вам. Еее. Короче, как нужно проверить вообще место на удачу? У нас есть баланс на руме. 1 доллар 88 центов. Давайте засадим баксик. Spin & Gold за 1 доллар и проверим мастюху. Пошло, Марат. Я в твоем аккаунте ничего наживать не могу. Опа. Играть без страховки. Пошло, пошло. Мастя проверена. 5х множители выпадают. Потом чуть-чуть не складываются. В целом схема рабочая. Пошло. Надо готовиться уже к поездочке в Казань. Теперь Марат повезет нас куда? Марат повезет нас в Казань. Едем в Казань. В Казань. 300. Сколько? 250. 250 километров мы в Казани. Там поезд. Дальше в Москву мчим. Где-то на трассе посередине между Альметьевском и Казанью. Тут собакины, рудякины, ульякины. Они отлично на самосыну. Это знак уважения в Казани. Ты не знала? Собачий знак уважения в Казани. Туалет. Собачий знак уважения в Казань.